Видеоканал Салапин.ру представляет Всем привет! Тема сегодняшнего видео почему провисает леска после заброса фидером. В определенных условиях мы закинули фидер, кормушка упала на дно, вершинка отыграла назад и леска провисла. Давайте разберемся в каких условиях это происходит и почему это получается. Это довольно важный момент, который позволит нам в дальнейшем понять еще целый ряд особенностей фидерной ловли, но это будет в последующих видео, чтобы их не пропустить не забудьте подписаться на мой канал. Пока перейдем к теме сегодняшнего видео. В каких же случаях образуется этот прорис? Чаще всего вы можете это заметить при ловле на стоячей воде и на серьезной глубине. Также на него влияет и вес кормушки в меньшей степени, но хорошо это и качественно заметно, если вы ловите на каком-то приличном расстоянии на стоячей воде. На течении, на самом деле, этот фактор он тоже есть, он никуда не девается, но этот провис выбираете не вы потом катушкой, а его за вас выбирает течение. Хотя все те же самые принципы, все оно остается точно так же. Давайте разберемся, почему это происходит, но прежде посмотрим, я записал специально видео на водоеме, посмотрим, как это выглядит вживую. Я произвожу заброс и ставлю удилище на подставке. Дистанция здесь не очень большая, но зато глубина четыре с половиной метра, поэтому эффект этот будет виден во всей его красе. Кормушка упала на дно и вершинка фидера тут же начала отыгрывать обратно. Она только что была согнутая, теперь она начала отыгрывать обратно. Потом я начинаю убирать этот провис, слегка подматываю катушкой, она опять отыгрывает, потом еще подматываю, ну и окончательно устраняю этот провис. Давайте разберемся, откуда берется этот эффект. Очень многие считают, что леска между вершинкой фидер и кормушкой это прямая линия. Но на самом деле это совершенно не так. И как только кормушка коснулась воды и начала тонуть ко дну, она начала описывать в воде дугу леской. Почему? Леска имеет трение об воду и также, если вы используете, например, шнур, чаще всего вы используете плавающий шнур, что дополнительно поддерживает его на поверхности воды и добавляет плавучести. И, соответственно, чуть-чуть стаскивает кормушку сюда к нам, она падает в такой хитрой дуге. Я подготовил специальную иллюстрацию, где показано, когда кормушка уже коснулась дна, как примерно у вас располагается леска. Вот обратите внимание, что она идет от вершинки фидера до воды. Ну, здесь она, конечно, почти прямая. Она немножко провисает под собственным весом. Про ветер мы сейчас говорить не будем, он еще дополнительно может тут картинку усложнить. Дальше часть лески, если дистанция позволяет, если дистанция довольно-таки большая, часть лески лежит на воде. Если вы ловили фидером, вы эту ситуацию, скорее всего, видели. Может, просто не обращали на это внимание. И дальше кормушка вытянула такую характерную дугу за счет тех факторов, которые рассказал, и коснулась дна. Понятно, что чем дальше мы забрасываем и чем глубже выдаем в точке ловли, тем фигуристее будет наша вот эта вот кривая и тем больше она будет отличаться от прямой линии, которая, как известно, кратчайшее расстояние между двумя точками. И когда мы взводим вершинку, когда мы приводим фидер в рабочее положение, мы как раз и делаем примерно прямую линию между вершинкой фидера и кормушкой. Понятно, что не прямую, потому что есть провис лески, возможно, где-то ветер, течение и так далее. Но она гораздо ближе к прямой линии, чем та кривая, которая у нас получилась сразу после заброса. Так вот что происходит? Кормушка падает и вся эта конструкция в натяжении. У нас вершинка согнута. Как только она упала на дно, натяжение пропало и вот эта вот петля, она начинает свободно опадать. И вершинка, за счет того, что она была согнута, она своим натяжением распрямляет эту петлю, выбирает ее. И необходимо в этот момент катушкой выбирать эту слабину. Причем постепенно, сразу нельзя. Если вы начнете резко выбирать петлю катушкой, то вы через всю эту вот систему, ну трение воды просто не позволит вам быстро это сделать, вы стащите кормушку с места. Поэтому постепенно вершинка распрямилась, чуть-чуть ее подогнули. Она еще распрямилась, выбрала эту дугу, еще ее чуть-чуть подогнули. И так, пока она не пришла в рабочее положение. Медлить с выбиранием этой слабины тоже не следует. Почему? Потому что, как только кормушка коснулась дна и поводок уже в непосредственной близости, в принципе, никто не мешает рыбе уже клюнуть. И мы должны эту поклевку увидеть. А если вершинка у нас распрямилась и петля продолжает дальше провисать, то усилия рыбы, с которым она дергает поводок, они пойдут не на то, чтобы сгибать вершинку, а на то, чтобы дальше распрямлять эту вот слабину лески, которая у нас находится в воздухе и в воде. Поэтому, как только отыграла вершинка, обозначила, что кормушка упала на дно, мы тут же начинаем аккуратно выбирать слабину. Ни одну поклевку мы так не пропустим. Как же уменьшить этот эффект? Полностью от него избавиться не удастся, силу трения нам не победить. Но уменьшить этот эффект вполне возможно. Первое. В качестве шнура основного для ловли можно подобрать тонущий шнур вместо плавающего. Тогда этот эффект можно значительно снизить. Если у вас леска, и она уже какое-то время особенно походила, ее можно обработать обезжиривающим средством. Для того, чтобы удалить лишний жир, она также будет лучше тонуть. Тоже этот эффект будет слегка поменьше. В заключение хочу отметить, что понимание вот этого механизма, как кормушка падает на дно, и почему она падает именно так, и где она в конце концов ляжет, оно нам еще поможет в некоторых других видеороликах, где мы будем обсуждать, например, такие темы, как выбор точки набровки и насколько отступать от найденной набровки точки. А пока я на этом с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на мой канал. Таким образом вы не пропустите следующее видео. Пока. Всего хорошего. Не хвостаньте швы. До новых встреч.